Приветствую вас. Ну, конечно, ваша реакция, она, безусловно, представляет из себя защитную. То есть вы таким образом защищаетесь от чего-то негативного для себя. Чего именно? Я, конечно, сказать смогу. Ну, полагаю, что мой коллега Кудрычев Игорь Леонидович брав и делает дело в том, что у вас отношения долгие и сложные. Вот, но, во-первых, у вас, надо сказать, присутствует некий максимализм в отношениях, по крайней мере, в том, как вы относитесь к молодому человеку. То есть, я не знаю, насколько часто вы занимались сексом до того, как съехались. Вот, ну, я не знаю, да, потому что вы об этом не написали. Вот, но очевидно, на мой взгляд, очевидно, что... Но это происходило достаточно часто. Очевидно. Это происходило достаточно часто. И, возможно, у вас осталось какой-то вот планка. Планка. Ну, что вот я должна заниматься столько-то, столько-то, столько-то. Но, когда вы съехались, вы почувствовали, что всё. Что молодой человек ваш, что он рядом, что его завоевывать не надо, удерживать не надо. И на передний план вышли, скорее, проблемы, скорее, конфликты, неудовлетворенность, чем всё остальное. Вот. Это называется быт. И, если честно, не очень понятно, зачем вы съехались в 20 лет. Ну, то есть, это очень рано для вас. Знаете вы друг друга, да? Вот. Встречались 3 с половиной года. То есть, вам было 16 с половиной, когда вы начали с ним встречаться. Сейчас вам 20, и вы за это время прошли очень большой путь. Вот. Вот. Вы подрослели, изменились. Может быть так, что быть показал, что вы в действительности молодым человеком не хотите быть. Ведь вы не говорите о любви. Вы не говорите о любви. Вы говорите о том, что вы его не хотите. Но сексуальное желание, страх, она проходит. По крайней мере, страх проходит. И если, кроме этого, у вас, между вами ничего больше нет, то наступает охлаждение. Поэтому я рекомендую задуматься вам о том, как вы его видите. Что вы к нему чувствуете. Не в плане сексуального желания, а просто в плане духовного желания. И тогда, я полагаю, что ситуация изменится. По крайней мере, вы лучше будете понимать, что именно вы хотите. Что именно вам не хватает и что вам нужно. Понимаете? Ну, вы не задаете свой вопрос. Безусловно. Что тоже намекает на некую неопределенность. У вас, по части, проблем. Проблема. Потому что, какой помощи вы хотите от нас. Что вы хотите. Чтобы желание ваше появилось. Это реально. Но для этого нужно проанализировать то, что между вами происходит. Все-таки. Почему отношения сложные. Ну и так далее. Вот. Это важно. Это важно. Это важно. Очень важно. Без этого, ну, нельзя будет вам помочь. Отдельно, что я хочу сказать. Отдельно. Это то, что у женщины сексуальные желания связаны напрямую с чувствами. То есть, женщина мужчину не хочет, когда меняются чувства. То есть, либо обида здесь, ну, какая-то обида. Либо, значит, изменение чувственного фона вообще. То есть, ну, я имею в виду изменение чувственного фона. Я имею в виду, что вы изменили свое отношение к нему. То есть, например, допустим, сейчас вы поняли, что, например, не любите, допустим, его. Или поняли, что ваши чувства, да, они, ну, в действительности, не такие сильные. Допустим. Понимаете? Вот. То есть, на самом деле, очень важно, как эмоционально окрашено ваше отсутствие. Отсутствие желания к нему. И что это значит для вас? То есть, ну, по какой причине, грубо говоря, вам стыдно? Ведь стыдиться здесь, в принципе, нечего. Абсолютно нечего стыдиться, ибо вы за это не ответственны. И стыд, это еще одно, ну, еще один момент, который нужно разобрать обязательно. Потому что стыд, он, ну, как правило, из ниоткуда не берется. Стыд, это означает, что я не должна так себя вести, я не имею права так себя вести. Вот. Но откуда у вас эта позиция? Понимаете? Откуда такое обичевание в себя? Это то, что тоже необходимо разобрать. И вот тогда, когда все это будет разобрано, я думаю, вы сможете понять, что послужило причиной пропажи вашего желания, и что, собственно, с этим можно делать дальше. Вот. То, что делать можно и нужно, это однозначно. Ну, то есть, это даже не обсуждается. А вот что именно, нужно будет смотреть. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.